привет друзья сегодня с вами хотел бы затронуть такую интересную тему как освещение в палатках изначально я столкнулся с этой проблемой когда начал увлекаться ночной ловли леща нужно было какое-то дополнительное освещение чтобы было комфортно вываживать и рыбу и работать с мелкими насадками дальнейшем занимаясь карфишингом возникали также трудности с сборкой мелких каких-то монтажей вот без налобного фонаря это было сделать практически невозможно вот хотелось бы найти какую-то стационарное устройство которое позволило бы все эти проблемы решить вот принципе своими наработками я хотел бы сегодня с вами поделиться так рассказать немного предыстории первая моя рыбалка ночная было можно так сказать при свечах конечно ловить в таких условиях можно но очень некомфортно причем при длительных рыбалках глаза очень сильно устают и возможно это дальнейшем сказывается на здоровье нужно было что-то найти более менее оптимальное и мне товарищ посоветовал купить бензиновую лампу и я себе купил калимановскую лампу модель powerhouse дойл хорошая лампа но у нее есть как свои преимущества так и недостатки вот расскажу сразу о преимуществах в плане если использовать на зимней рыбалке то она неплохо дает тепло но относительно если легкий мороз то поставив лампу между лунок они не замерзнут также если сделать какое-либо устройство либо решетки и поставить над лампой то можно легко подогревать какую-то пищу потому что сверху лампы приличная температура я несколько раз обжигался также преимущество то что ее не нужно никуда подвешивать она удобно поставить на стол когда там покушать или еще что-то либо либо какие-то работы произвести в этом плане конечно она хороша из недостатков это основные ее эксплуатация и расходные материалы если опираться на официальный сайт то сеточки для этой лампы стоит 250 рублей парогенератор 900 рублей стекло стоит 600 рублей или 700 даже и вот у меня еще сломался насос это еще по моему 5 около 500 рублей то есть приличные затраты но эксплуатацию ее можно как бы рассматривать двух вариантах она работает на бензине поэтому можно использовать либо обычный бензин самый дешевый 92 либо специализированный вот я пользовался не фразом так называемых галоша но цена ее где-то несколько раз больше обычного бензина за 5 литровой бутылку около 400 рублей то есть это очень прилично расход у нее был где-то литр на 6-8 часов в зависимости от того какую яркость вы выставляете вот отсюда конечно и исходит дальнейшие все проблемы если вы будете использовать обычный бензин то парогенератор будете менять где-то в 2 в 3 раза чаще то есть тут надо выбрать либо на бензин дешевый тратится но потом покупать генератор либо наоборот покупать дорогой бензин и покупать генератор намного реже вот у меня он накрылся через почти два года но лампу я это использовал как на зимних рыбалках так и на летних причем на летних она буквально мне там сутками работает поэтому за срок эксплуатации я ничего не могу сказать также еще недостаток у нее очень неприятные пары при закрытой палатке есть вероятность то что можно отравиться это очень серьезно и следует обращать на это внимание вот так же ее невозможно использовать вблизи в маленьких палатках или вблизи непосредственно самой палатки так как температура очень высокая сверху как я уже говорил и есть вероятность того что можно спалить палатку поэтому я пришел к выводу что нужно смотреть в сторону электричества вот облазил кучу формов посоветовавшись своими форм чанами товарищами и они мне посоветовали очень хорошее и недорогостоящие устройства то еще забыл сказать недостаток лампы то что собой нужно всегда иметь как минимум там но если мы вдвоем ездили то мы всегда брали 5 литровую бутылку бензина это 5 килограмм сама лампа весит около двух килограмм и она внушительных размеров вместе с чехлом порядка полуметра поэтому в плане габаритности тоже она прилично занимает итак теперь расскажу к чему я все-таки пришел ну как видите выбор мой пал на нехитрые такие устройства это обычный аккумулятор светодиодная лента и зарядное устройство естественно к нему если сразу же говорить о преимуществах то это конечно цена чуть более 1000 рублей стоит этот аккумулятор рублей 100 наверно стоит эта лента ну и аксессуары вот единственное что я потратился сразу же дополнительно на зарядное автоматическое устройство которое сама подбирает вольтаж даже если перепутали полярность но есть защита коротким замыканием и в будущем так как все свинцово-кислотные аккумуляторы поддержаны отрицательным температурам я в дальнейшем планирую купить все-таки гелевый аккумулятор а это устройство позволяет заряжать так как гелевые так и свинцовые поэтому я сразу же потратился и купил аккумулятор которым буду зарядное устройство которым буду подзаряжать сразу два вида аккумуляторов вот он стоит по моим 1700 рублей также преимущество конечно это габариты все это можно без проблем положить какую-то сумку или рыболовный ящик без проблем принести также можно разместить абсолютно в любом месте не боясь за какое-либо воспламенение или даже приклеить или приспособить каким-либо также хотел бы сказать некоторые рекомендации по приобретению аккумуляторов сразу стоит обратить внимание что для данных условий лучше всего покупать аккумуляторы которые сделаны по технологии ijm то есть они лучше приспособлены к цикличному работу режиму работы это разряд заряд это у меня обычный 12 вольтовый аккумулятор 7 2 ампера в зависимости того сколько у вас будет на ленте светодиодов отсюда будет зависеть сколько вы использовать будете этот аккумулятор хочу остановить особое внимание на том что все вот эти аккумуляторы у них есть как бы процентное соотношение разряда к количеству циклов заряда если вы разряжаете вот скажу под именно данному аккумулятору если его разряжать на 50 процентов то количество циклов заряда он может использоваться 650 если же разряжать его до 80 выше процентов то количество уменьшается уже до 400 если же аккумулятор сажать вообще наглухо до конца то срок службы заметно уменьшается и количество зарядов там чуть больше 200 поэтому стоит на это обращать внимание и никогда до конца не доводить я с вами поделюсь как я собрал это устройство для крепления светодиодные ленты можно использовать вот такие коннекторы стоит просто счистить гелевую оболочку и закрепить сюда коннектор либо как в моем случае я просто его запаял два проводка и затянул то все термоусадочной трубкой количество светодиодов конечно каждый будет подбирать под свою палатку вот я пришел к выводу что для зимней палатки оптимальное количество это 30 35 этого вполне достаточно на светодиодной ленте есть отметки через каждых три диода где можно по 3 непосредственно обрезать ее в любом месте можно их также соединить есть специальные соединители или можно вручную перепаять чтобы там сделать двойные стороны то есть как бы тут идей масса можно монтировать как угодно и что угодно ну как бы из минусов еще еще обратить внимание что касается вот зимней рыбалки я изначально сделал себе очень яркую и когда мы поехали на один из водоемов там глубина была порядка трех четырех метров я думаю что при таком низкой глубине стоит размещать когда ленты не сверху палатки чтобы не отпугивала рыбу в основном принципе на больших глубинах я не заметил ухудшение также я включил еще сюда обычный аккумулятор этот выключатель для удобства так будет быстрей можно если куда-то выйти из палатки спокойно выключить свет припаял обычные коннекторы на конец вот так нос светится я ее крепил вертикально у меня есть специальная юбка под под потолком и она хорошо ли ложилась и освещала мне всю палатку ну вот такой вид освещения это себя выбрал наиболее оптимальным аккумулятор прошел два конкретных теста двое суток зимой вполне он удерживает если вреднее время суток то если его включать как только стемнело и до рассвета то я думаю дня на 4 его вполне хватает это при условии что он до конца не разряжается как бы комбинаций монтажей со светодиодными лентами очень много у меня есть на это как бы свои уже взгляды идеи как его оборудовать и все-таки хочу сделать чтобы в карповой палатке меня было стационарное освещение и стационарное освещение непосредственно на монтажном столике чтобы уже не заморачиваться не бегать всегда с собой на обувь с фонарем как именно все это будет выглядеть я обязательно вам покажу в своем первом ролике о карповой рыбалке на открытии сезона вот принципе все чем хотел с вами сегодня поделиться если кому-то было полезно ставьте лайки пишите кого-то может есть свои на это идеи какие-то обсудим всего доброго пока а и и Субтитры создавал DimaTorzok